На стадии плей-офф баскетболистам непрофессиональной лиги уже не до шуток. Четыре сильнейшие команды регулярки, серия до двух побед, и вот она долгожданная финишная прямая. А это как-никак высший дивизион, так что чем ближе к развязке, тем ожесточеннее от того и зрелищная борьба на паркете. Смотреть одно удовольствие. Вот только в субботних встречах лидеры одной-второй определились буквально с первых минут. Сколько бы ни пытались парни из БГУ один вырвать у Прометея хотя бы парочку очков, все четверти остались за последними. 62-83 с весьма приличным отрывом в 21 очко на шаг ближе к финалу стали подопечные Екатерины Толок. Я очень довольна, хотя как бы ребята, я считаю, сыграли еще не в полную силу. То есть еще какой-то запас есть. И пусть по итогам регулярного чемпионата первая команда БГУ на строчку опережает своего соперника, но на деле козыри у Прометея старше. Я считаю, что объективно мы сильнее. Хотя судить со стороны никто не берется. На 100% предугадать исход этих встреч почти невозможно. Техники, физической подготовки, наверное, сильнее, так как они чаще тренируются. Наверное, этой факторой сыграл. Мы подсели во второй, третьей четверти. Там гандикап уже возник и все, уже не смогли достать. Итогом регулярки немножко недовольна. Несколько раз команда была не в полном составе. Несколько раз были не настроены. Ну, то есть нам есть над чем работать. Загадывая сейчас, кто из них будет в финале, наверное, тяжело. Соответственно, готовиться уже будем тогда, когда будет понятно, кто лучше. Свою неудачу БГУ частично связывает и с нехваткой важного звенавлица тренера команды. Такой момент все же здорово выбивает из колеи. Тренер пропустил наш. По личным причинам уехал, не смог поддержать нас. Поэтому наш разыгрывающий пришлось ему играть роль тренера и не выходил на площадку. Ну и нападение подвело. Дежавю, подкрепленный еще большим напором со стороны Серебрянки, наблюдаем в следующей игре. Триумфатор гладкого сезона не дает могилевскому Кабандосу даже отдышаться. Так что история повторяется. Ни в одной четверти парни из Могилева не смогли обойти своего оппонента. У соперников не хватает состава, чтобы с нами на равных держать скорость, ту, которую мы предложили. К сожалению, на быстрой скорости у нас появляется много ошибок. Поэтому постараемся во второй половине эти ошибки искоренить и довести общую сумму в большее в плюс 30, как у нас сегодня поставлена задача. Хотели перевес в 30 очков? Получите, распишитесь. 86-56. Удивительная точность Серебрянки. У нас команда более техничная и состав более равнозначный по игрокам. Поэтому я думаю, что это ожидаемо было. Единственное, что был разговор, чтобы не было шапки за китайское настроение. Все же есть у кабанда со своя Ахиллесова пита. Она-то и не дает могилевчанам выдержать натиск и без того сильного соперника. Хотелось бы, чтобы у нас состав был более всегда оптимальный. То есть немножко пару человек нам бы не помешало в хорошем уровне. Но тяжело найти Могилеву. А вот Серебрянка в этом вопросе преуспевает. Явный противовес. Мы большей частью команды работаем на одном предприятии. Это как бы и сплачивает, и помогает в каких-то организационных вопросах. Ну и мы тренируемся два раза в ЦМО, как на Уранской. Постоянно, постоянно практически у нас весь состав есть. Ребята стараются, управивают время у семьи, у работы, чтобы прийти к нам на тренировки. Поэтому все хорошо. В этом плане все отлично. Борьбу на стадии плей-офф команды продолжат 7 мая.